Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы фильм построим на том, что я буду в большей степени отвечать на ваши вопросы. Значит, мой друг Серёжа неоднократно задаёт один и тот же вопрос по поводу формирования головки, огрузки. И ещё очень много друзей, которые спрашивают, как более пропорционально изготовить ту или другую нимфу, чтобы она была уложистой. Даже если вы, давайте мы договоримся так, в этом фильме я буду высказывать только своё мнение, только своё суждение. Это не является, будем говорить так, учебным пособием. Я высказываю только лишь своё мнение. Если оно вам подойдёт, пожалуйста, применяйте в практике. При изготовлении, как обычно, каждой мушки мы что-то стараемся сымитировать. И её изготавливаем для каких-то определённых целей. Вот в данный момент давайте я на изготовлении вот такой мокрой мушки, которую я буду изготавливать для поимки в большей степени карася, краснопёрки и платвы. Мы рассмотрим ряд базовых элементов, которые практически может и окунь, и лещ, подлещик, и любая практически рыба реагировать на нашу нимфочку. Значит, почему я говорю «нимфа» и «мокрая мушка». Я, допустим, скажу сразу, для себя сделал бы как... И вначале я сделал для себя чёткое разграничение по изготовлению каких-либо приманок для рыбалки. Вот «мокрая мушка», она что-то имитирует, но практически чем она отличается от «нимфы»? Будем говорить так, наличием крыла и определённых базовых элементов. Поэтому все они являются мокрыми, нимфами, те, которые работают в определённой толще воды. Они стоят своей чёткой группой, поэтому сложно как-то их сделать, придумать какую-то новую мокрую мушку, которая бы отличалась бы от базовой модели «Матч Браун». Давайте приступим. Я взял крючок. Крючок я взял «Камасан» серия 400, номер 14. Можно использовать 16-й, 18-й, как вам будет удобно. И, как вы заметили, вот я взял сразу, намотал, прокатал свинец, так как мне необходимо сделать несколько больше огрузку, чем я могу несколько другим свинцом. Можно медной проволокой, как вам будет, друзья, удобно. Это не принципиально. Главное, чтобы мы сохранили пропорцию при изготовлении нашего тела. Свинец я не довёл до места крепления. И для того, чтобы не промазать, когда я буду двигать свинец свой вперёд-назад, или же вначале, когда мы будем наматывать. Я обычно наматываю в том месте, где мне удобно. И, как вы видите, это вот я так поделюсь своим решением техническим. Я закрепил нить, куда уже у меня свинец не передвинется. И теперь мы спокойно, буду, как говорится, рассказывать определённые хитрости. И теперь я наношу впереди свинца немножечко клея, лак, что у вас будет. И красиво вот так вот ноготочком двигаем. Можно прокручивать, можно не прокручивать. Мы двигаем до того места, где мы с вами закрепили нашу нить. Как вы видите, вот чётко стал свинец, больше он уже никуда не денется. Можем сверху теперь промазать немножечко до загиба, так как нить мы сразу будем переводить туда. Пока наш свинец подклеивается, я буду вам рассказывать. Увели к месту загиба. Учитывая то, что моя мушка будет немножко невзрачная, я буду использовать определённые элементы, которые будут дополнительно привлекать мою рыбу. Значит, на ту рыбу, которую мы изготавливаем, нимфу, они обладают, как и большинство рыб, любознательностью. Поэтому я, вот у меня имеются вот такие остатки флюоресцентного пера. Не обязательно. Можно, допустим, как вот у меня есть перепёлка японская, или же, как я подготовил, мы будем изготавливать крыло из куропатки крашеной, можно не крашеной, можно оторвать пару щепоток и изготовить хвостик. Но так как я буду делать жаберки, обозначать и, допустим, горлышко и хвостик, то я беру изначально для себя один цвет, тот, который я буду применять. Выровняли вот так наши бородки, как вы видите, вот они подровнялись. И теперь я беру, удерживаю в руке и отрываю вот так вот хвостик. Что касается пропорций, скажу вам сразу. Для определённых рыбалок я могу изначально изготовить хвостик несколько длиннее. Но по всем правилам и как нужно изготовить, хвостик у нас должен равняться длине тела. Вот у нас тело будет составлять от начала свинца и до начала загиба. Поэтому мы вымеряем длину нашего хвостика, перехватим так, как нам это нужно. Подведём нить к месту крепления, немножко не доходим. Притяжной петлёй подхватили буквально и посмотрели. Как вы видите, вот в моём варианте хвостик несколько длинноват. Поэтому я возьму его совсем немножечко, подтяну. И теперь, друзья, вот как видно, если взять, померять длину нашего хвостика, она как раз будет равняться длине нашего тела. Учитывая то, что нам необходимо изготавливать более симпатичное тело, мы с вами хотите обрезайте больше, хотите меньше, как вам удобно. Я обрезаю немножко так, чтобы мои оставшиеся кончики не доходили до конца свинца. Мы его подровняем. Пока не наматываем, не обматываем. У нас ещё клей, немножечко нанесём клей. Вместо крепления и сразу промажем наше пёрышко, так как будем потом крепить элементы. Что нам необходимо? Нам необходимо немножечко люрекса, для того, чтобы мы могли немножечко приукрасить потом нашу нимфу. Если этого нет, можно и не применять. То есть, это не столь принципиально. Можно проволоку, как вам будет удобно. Подхватили в месте крепления хвостика, оставили ровно одной петлёй. И я с глазкового пера павлина оторвал вот такое пёрышко, которое, как обычно, мы с вами изготавливаем тело. Крепим его в этой же штучке. Но, как вы видите, у меня оборвалось перо, но не осталось вот этой тоненькой части, оно оторвалось. Поэтому, для того, чтобы мне было более ровное тело, я, опять же, видите, подравниваю по длине моего пера, чтобы не было горблей. И только после этого беру, подтягивая его петлёй. Как видно, все вот элементы, которые мы с вами закрепили, они у нас находятся вот с краю. И при дальнейшем монтаже, прохождении нашей ниткой, мы с вами выровняем тело. Цвет нитки, в данный момент, скажу честно, не имеет большого значения, так как, если это будет белая, чёрная или же коричневая, главное так, чтобы у нас в месте формирования головки был тот цвет, который нам необходим. И теперь, как вы видите, мы закрепили уже все элементы, те, которые нам необходимы. Хвостик у нас находится в нужном положении. Аккуратно движемся теперь. Стараемся так, чтобы не было нагромождений. Клей наш ещё не подсох, поэтому мы спокойненько вот так подхватываем все элементы, подравнивая наше тело. Не ленимся. Теперь, вот начиная, как вы видите, для того, чтобы более-менее симпатично сформировать тело, нам необходимо сгладить вот этот переход, который у нас образовался в месте крепления наших материалов и свинца. И теперь, как вы видите, ровненько, хорошо мы прошли нашей нитью. Этого будет вполне достаточно. Уводим теперь нашу нить к месту формирования, там, где мы будем с вами формировать уже окончательно нашу грудку и крыло. Я выполняю пару завершающих узелков узловязом. Можно сделать накидных для того, чтобы лишний раз перестраховаться и чтобы моя нить никуда не убежала. Если вам неудобно работать по каким-либо причинам, вы можете спокойно взять нить, срезать, потом закрепить. Покажу, вот, сверху, сбоку, как вы видите, у нас достаточно нормальное цилиндрическое тело. Берем клей, клей, лак, все, что вам, у вас будет любой клеящий элемент для того, чтобы мы могли с вами закрепить перо. И теперь выберите для себя сами, какой стороной вы будете формировать наше тело. От этого зависят вот эти ребрышки, которые образуются у нас потом в дальнейшем на теле. Следим за тем, чтобы наше перо не попало на жало, иначе оно отрежется очень быстро. Как в моем варианте, вот мне уже неудобно работать, перо у меня короткое. Я беру перодержатель, промотали с вами, как вы видите, немножко не дошли до свинца. Остатки сразу я подхватываю, чтобы они нам не мешали, пера. И я закрепил одно вот такое вот перышко павлина, но достаточно пышное, для того, чтобы мы могли вот ту часть, которая имеется с свинца, спокойно промотать. Выберем вот угол, с которым будет идти наше перо, и мы должны, как вы видите, вот так, виточек к виточку. Уложить наше перышко. У нас сразу выйдет хорошее начало грудки, и в то же время мы с вами запрячем те следы, которые у нас образовались при намотке свинца. Вот как видно вам, мы изготовили вот такое тело, грудку, запрятали вот этот переход, который нам мешает. И в то же время у нас готова хорошая площадочка для формирования наших жаберных плавничков, или ёршика, и крыла. Теперь остается нам только просегментировать наше тело, удалить остатки, и подготовим перышко, из которого мы будем изготавливать с вами в дальнейшем крыло. Мы с вами просегментировали тело, оставили нить там, где будем крепить крылышко. Я вот из пера куропатки сделал вот такой вырез. Я его, блестит он потому, что я слегка его увлажнил, для того, чтобы мне было удобно работать. И теперь, посмотрите, мы должны с вами выбрать величину того крыла, которое нам необходимо для изготовления нашей мокрой мушки. Обычно я всегда, допустим, стараюсь, вот я буду держать, давайте, вот так. Обычно я буду всегда стараюсь изготовить крылышко так, чтобы оно доходило до загиба. И теперь, вот давайте я попробую не закрывать сильно руками. Мы должны с вами уложить наше перышко так, чтобы оно было на том месте, где мы его с вами крепим. Слегка увлажним пальцы. Сверху вот так огибаем. Покажу вам. Вот так огибаем. И теперь притяжной петлёй мы с вами закрепим, подхватим наше перышко. Буквально пару-тройку оборотов вот в одном месте. Отпустим нашу руку и посмотрим, как находятся наши перышки. Они разъехались, но это не страшно. При намокании они сразу станут на свои места. Подровняем и теперь уже окончательно с вами закрепим. Я хорошо увлажнил вот наши перья, куропатки, для того, чтобы они мне не мешали. И как вы видите, вот по величине, которая у нас остаётся для формирования головки и для формирования, допустим, опушки или жаберной части. Значит, при изготовлении этой нимфы можно использовать всевозможные варианты, как вам будет удобно. Можно взять вот такое вот перышко, подобрать по величине обороток и здесь выполнить буквально вот пару-тройку оборотов. Убрать его или же, как вот я делаю в своём варианте изначально, мы делали хвостик из остатка вот такого пера. Значит, я беру точно так же кусочек, сколько мне необходимо пера, подравниваю его и тем же способом отрываем. Для удобства крепления я обычно всегда крючок переворачиваю, чтобы мне легче было крепить. Можно, конечно, его закрепить и вот в таком положении, сразу вымерев. То есть, как вам будет удобно, это уже не является столь принципиальным. Значит, смысл заключается в чём? Бородки должны доходить до жала нашего крючка. Вот я удерживаю в таком положении, если это будет видно, и стараюсь плотно держать к телу свои руки. Делаю пару оборотов, больше не надо, для того, чтобы подхватить перо. Как вы видите, оно у нас закрепилось вот не так, как мы хотели. Поэтому я обычно потом беру или ноготком, или руками, как вам будет удобно. Я возвращаю своё перо обратно, вот и оставляю в таком положении. Как вы видите, вид сверху, вид снизу. Моё перо, опушка, меня вполне устраивает, и уже я могу окончательно закрепить своё перышко. Удерживаем в этом положении перо. И теперь мы с вами можем спокойно переломить вот так замочком, закрепить материалы и изготовить головку. Но, как вы видите, я сейчас давайте отрежу и покажу вам ещё один вариант. Мы с вами удалили материалы, и теперь я показываю следующий вариант. Вот в таком состоянии, как вот находится наша нимфа, можно изготовить головку, но она будет очень большая, крупная. То есть, это моё личное мнение, мне, допустим, это, ну, не совсем нравится. Я стараюсь делать головку более крупную, ну, соизмеримо с размерами того крючка, или, допустим, величины мокрой мушки. Поэтому, если вот так, как вы, это, Серёжа, тебя касается, как ты спрашивал, вдруг ошибся, вот мы ошиблись с вами, и у нас осталось много места для того, чтобы мы могли закончить нашу нимфу или мушку. Значит, можно взять, как я уже неоднократно вам показывал, продаются всевозможные вот такие наборы, они бывают разных цветов оттенков. Есть самые мелкие, есть очень мелкие, есть чуть покрупнее. Как вам будет удобно. Но, учитывая то, что мы делали из павлиниевого пера, всё, я обычно, раз вышла вот такая ситуация, значит, мы с вами можем её исправить. Закрепим перышко. А здесь самое главное, для того, чтобы у нас перо потом не налезло на колечко, я, друзья мои, возьму, сейчас сделаю вот в том месте, куда нежелательно нам с вами уже заходить нашим пером, чётко обозначу место завершающим узелком и оставлю нить. И теперь возьмём лак или клей, так как в этом месте уже мы не сможем чем-либо подармировать наше перо, нанесём на место, где мы будем проматывать павлиния перо. Как я уже говорил, выберем для себя, в какую сторону, от себя или к себе. И вот, ровно столько, сколько вы сочтёте необходимым, как вы видите, перо оторвалось, но клей не даёт нам потерять наше перо. Ровно столько, сколько вам будет необходимо. Выполните оборотов и обозначим ещё дополнительно нашу головку. Всё, вот нитка нам не даёт дальше идти, куда мы остановились и где мы будем изготавливать с вами уже в завершающую головку. Буквально немножечко подхватим наше перо. Можно вот в этом положении его прокрутить и оторвать, как я вот сделал. И теперь остаётся только лишь, как вы видите, взять симпатично изготовить головку, вскрыть её лаком, и наша мокрая мушка, уже более симпатичном варианте, готова будет к рыбалке. Давайте изготовим. Вот и всё. Как вы видите, мы с вами устранили те недостатки, которые у нас возникли. Сделали головку. Лак ещё, конечно, впитается, она будет чуть-чуть меньше. И вот такие крылышки, они сейчас намочены, в воде они будут вести себя достаточно подвижно. Вот и всё. Вот такая очень быстрая мокрая мушка готова к работе. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.